Ответственность, сотрудничество, эффективность, профессионализм, надежность и развитие. Это те самые ценности, которыми должен руководствоваться каждый. И простой человек, и работник крупной компании. Но компания должна быть объединена едиными ценностями, ведь они позволяют намного эффективнее противостоять вызовам. Об этом узнали мои коллеги Максим Трофимов и Александр Журавлев. Они продолжат рассказ о работе корпоративного компания «Норникеля», который проходил в Подмосковье 6 по 8 июня. Ответственность, сотрудничество, эффективность, профессионализм, надежность и развитие. Такие простые слова. Но все просто, пока не на бумаге. А вот как превратить их в ценности, которыми руководствуется человек? Этот ответ участникам форума не поднесли готовым. Обкатать эти понятия на себе, поспорить, найти цепляющие подходы, они должны были в групповой работе. В помощь «Норникелевцам» в этот раз дали не экспертов и тьютеров, а мультипликаторов, которые должны были воплотить в видение группы определенной ценности. Вариантов было несколько, а результаты сотворчества оценивали всем форумом. Пожалуйста, ролик про ответственность номер один. Внимание на экран. Ответственность. Или трудный выбор. Ничто не предвещало беды. Обычная смена на руднике спускалась в забой. Степан зашел в клеть вместе с остальными шахтерами. 20 человек. И все знают друг друга. Многие живут по соседству. Многие дружат много лет. Закрылась дверь, и клеть стала отпускаться. И тот Степан почувствовал запах. И это не был запах сероводородной шахты. Пахло от его друга Василия. Водкой. Причем очень сильно. Вася пришел на смену в изрядном подпитии. Степан разозлился. И что теперь прикажете делать? Клеть опускалась все ниже и ниже, а Степан размышлял о своем невеселом выборе. С одной стороны. Василий работает на 40-тонной погрузочно-доставочной машине. И Степан, как звеньевой, не может позволить своему другу спуститься в забой и приступить к работе в таком состоянии. Это запрещено кардинальными правилами. И создает смертельные риски всей бригаде. С другой стороны, если он сообщит мастеру, это может повлечь увольнение его друга по статье. Разрыв отношений с ним и неодобрение, даже презрение их друзей и коллег. Степан закрыл глаза. И никому ничего не сказал. А Василий через час задавил человека. У которого дома осталась жена и двое маленьких детей. Лица которых теперь будут Степану сниться до конца жизни. Он даже не смог сказать им, что папа больше нет. Ни слова не смог о себе выдавить. Так и стоял и молчал на пороге. Степан открыл глаза и судорожно вздохнул. Клеть опускалась вниз. Рядом стоял пьяный друг. И все еще были живы. Вот и забой. Дверь распахнулась, шахтеры стали выходить. Он поймал Василия за рукав. Стой. Идем к мастеру. Ты чего? Искренне возмутился друг. Как бы тебе покороче объяснить. Ты знаешь, Вася, что такое ответственность? Ни в тот день, ни после этого беды не случилось. А все потому, что ответственность. Это готовность выполнять обязательства. Принимать решения. И отвечать за их результат. Кого-то такие задания для производственников удивят. Но весь мировой опыт успешных преобразований говорит. Лучший подход через себя. Любая стратегия бессмысленна без понимания, кто будет ее воплощать. И акцент на человека, его ценности, навыки, даже среду его вне рабочей жизни – важные факторы успеха компании, которые Норникель намерен развивать. В первую очередь, это разворачивание внутри Норникеля большой программы, связанной с непрерывным обучением и повышением профессионального уровня наших работников. Второе направление, крайне важное для Норникеля, состоит в том, что, конечно же, привлечение новых молодых сотрудников в компанию, выпускников лучших российских университетов по интересующим нас специальностям, невозможен без понимания того, что они будут делать за пределами своей работы. Баланс между работой и свободным временем, баланс между работой и жизнью, преодолевает особо важное звучание. И мы, как компания, намерены в сотрудничестве с администрациями тех городов, где существуют сегодня наши предприятия, развернуть большую программу, связанную с развитием территорий, с созданием новых возможностей для жителей территорий. Конечно же, это все нельзя сделать только усилиями компании или только усилиями администрации. Это программы, которые будут адресованы и будут приглашать к участию активному всех жителей городов, как в Норильском промышленном районе, так и на Кольском полуострове, в будущем, в Читинской области, где у нас совсем скоро заработает Быстринский ГОК. Все это имеет смысл, если компания объединена едиными ценностями и понимает, зачем она все делает. Только так можно добиваться изменений и противостоять вызовам. А их немало. И это не только вызовы технические, климатические или транспортные. О некоторых, о которых мы часто даже не задумываемся, очень ярко рассказал Владислав Гасумянов, отвечающий в компании за безопасность. Как выяснилось из презентации, у него не самый простой фронт, а главными угрозами в наш век становятся угрозы электронные. А сейчас я хотел бы вернуться к слайду, где мы показывали угрозы компании со стороны злоумышленников. Мы говорили о потенциальной уязвимости в киберпространстве и о постоянных атаках на нее. Я вам хочу сказать, что ответы на вопросы, которые я хотел продемонстрировать, подтверждают вот какие цифры. В мире на промышленный сектор приходится порядка 39% общего количества кибератак. И второе. Вот на прошлой неделе головной офис был атакован более 2500 раз. Цифры интегрированы, но чтобы было понимание, как у нас это делается. Выходит, даже беспечное обращение с компьютером может привести к большим проблемам. Что уж говорить о сложнейшей технике, с которой приходится работать и горнякам, и металлургам. Внедрение новых корпоративных ценностей, считают в компании, может стать главным движком на очередном этапе, избавить от всего, что мешает работе. А что работать никелевцы умеют, прекрасно показал в рассказе об одном из проектов компании замдиректора ЗФ по капстроительству Константин Пивоваров. Третий пусковой комплекс проекта «Шахты Скалистая», который мы завершили в прошлом году, был намединирован по участию в конкурсе главный проект года «Россия-2015 год» в разделе «Горнодобывающая промышленность», где занял почетное второе место. Ну, чтобы исключить вопросы, почему мы заняли второе место, хочу сразу сказать, что первое мы взяли тоже. Спасибо большое. Надо ли удивляться, что Пивоварова мы увидели на этой сцене еще раз во время награждения лидеров изменений. Награжденных было немало, особенно приятно было видеть на сцене коллег из Норильска. Ну, а за что награждали, тут же и сказал президент ГМК Владимир Потанин. Во-первых, я хотел бы сказать, что я очень ценю то, что вы все и особенно стоящие на сцене коллеги уделили так много внимания теми перемен, изменений. Поскольку мы говорим, что наша стратегия, наше будущее в очень значительной степени зависит от нашей способности к изменениям, к самообучению, то я просто хотел искренне поблагодарить чисто по-человечески вас за то, что вы в этом такое активное участие приняли. Спасибо вам большое. И еще хотел сказать о том, что вот эти два с половиной или три дня, которые мы здесь провели и поработали, они прошли не зря. И наверняка каждый из вас что-то узнал для себя или уточнил. А самое главное, как мне кажется, что присутствовало какое-то такое творческое, креативное настроение. И вот мне хотелось бы, чтобы вы вот эти знания или понимания и то настроение, которое вы здесь получили, вы бы его донесли до своих коллективов. И то, с чем вы отсюда уезжаете, чтобы вы этим смогли поделиться с вашими коллективами. Спасибо вам большое за работу. До следующих встреч. В Норильске стартовал сезон уличной торговли. В городе Кагрибы растут плодовощные палатки. В прошлом году их было 52. В этом, по данным Уприо, будет больше. Первая баржа с плодовощной продукцией в Дудинку прибыла еще в понедельник. А уже вчера и сегодня свежие овощи и фрукты стали появляться на прилавках в уличных палатках. Это в основном урожай из ближнего зарубежья. Помидоры, огурцы, капуста, кабачки, персики, болгарский перец. В общем, все, чего душа пожелает. Следующих поставок уже от российских сельхозпроизводителей стоит ждать в начале июля. О ценовой политике торговцы пока говорят осторожно. Под ценами, я сам тоже не знаю, когда подороже будет, подешевле будет. Ну, понижение будет, да? Может быть, будет. Резкого снижения цен на овощи и фрукты пока ожидать не стоит, считают специалисты УПРИО. Заметно, фрукты и овощи подешевеют позже. А пик снижения, по традиции, придется на август. Ну, а сезон уличной торговли продлится до 30 сентября. 9 июня отмечается Международный день здорового питания и здорового образа жизни. Здоровье – ценность главная и безусловная. Никто с этим не поспорит. Но на деле оказывается, что лишь треть россиян считают свое здоровье и физическое состояние хорошими. Это данные недавнего опроса социологов Российской Академии Госслужбы при президенте России. Социологи также считают, что в России все еще не сформирована культура ЗОЖ и нет привычки заботиться о себе. Если вы из тех, кто себя забросил, значит следующий мотивирующий сюжет для вас. 70 кило становой, 10 кмена беговой. Славия форм, парад обтекаемых мышц, тренажерка. Она стала установкой маст-эв для девушек вот уже какой сезон подряд. Фитоняшки, фитнес-бикини вступают в силовую схватку с мужчинами и не проигрывают. Ведут активно мотивационные дневники, составляют и следуют схемам гиетического питания и даже спортивную сушку. Нынче они королевы тренажерных тронов. Сегодня направление такой теломании три. От бодибилдинга до бикининга. Просьба не путать. Каждая отличается степенью прокачанных мышц. Отрядом норильских питоняшек или к ним пока стремящихся, нынче командует прокач леди Олеся Полканова. Мощная девушка с сильными амбициями просто подытожила свой многолетний опыт и решила делиться им с другими. Взяв на вооружение для своей программы три главных принципа. Мотивация и питание. Первое заблуждение, с которым встречаются девушки, так это я хочу похудеть. Логично, значит мне не надо есть. Все, мы заходим в такой тупик, из которого будем выбираться потом много-много лет. В принципе, чем я и занимаюсь с девушками, я выбираюсь из тупика диет. То есть диет не должно быть. Не должно быть фразы «я не ем». Все должно быть по балансу. Олеся, демонстрируя нам подборку схем здорового пятиразового питания на день, рассказывает о собственных выведенных формулах, где убери из двух слагаемых спорта питание последнее, и результата не будет ни при каком условии. Весь день в спортзале, а на ночь дневную норму калорий считай по телу зря. Диетическая истина от Полкановой в том, что правильное питание – это примерно как 95-й бензин для машины. Выбирая продукты, думайте, что вам от них надо – удовольствие или пользу. Поэтому в течение дня советовать нее 5-6 приемов пищи по 200 килограмм. Сама шкала дневного питания должна быть как нисходящая кривая – от утра к вечеру. Ложиться спать желанием позавтракать – вот идеальная пищевая дисциплина, считает Полканова. Все очень просто. Когда мы меняем местами утро и вечер, то есть мы начинаем утро с большого количества приемов пищи, и к вечеру снижаем это количество, тогда мы просто автоматически хотим утром кушать. Но если мы весь наш упор делаем на вечер, и все это забиваем в себя с вечера, то есть логично, что мы утром просто не захотим. О втором факторе прокачанного успеха много говорят психологи. Ведь за каждой историей создания тела мечты стоит начало, старт. Он же модный нынче принцип – правильная мотивация. Самая активная мотивация для любого человека – это цель, которую он себе поставит. То есть вот, например, мама поставила себе цель стать примером для своих детей, и как можно дольше оставаться здоровой, выносливой, да, для того, чтобы им было комфортно. Вот это ее цель, и она ее будет мотивировать и держать до последнего. Психотренинг в походе за идеальными формами – важная основа. Просто хотеть стать другой – это еще не значит стать ею. Половина об этом мечтающих отсеивается на первой неделе тренировок и правильного питания. Мол, незачем сложно, да и некогда. Психолог же напомнит, будь то гений, ученый или обычный человек, у всех есть только 24 часа в сутки на решение задачи и мечты. Диагноз остальных – СИЗИФов комплекс или ранний сход с дистанцией под названием цель. В принципе, каждый из нас знает, что когда он чего-то очень сильно хочет, он начнет меняться. Проходите, пожалуйста. А кто лучше всего разглядит ваши телесные несовершенства? Все верно, массажист. Рука мастера доберется до самых глубоких жировых отложений, что блокирует мышцы. Их зачастую полно в бедрах, талии, под лопатками и даже в предвечьях. Современных техник изгнания жира из организма много. От аромамасловых, медовых до модной процедуры гуаши с помощью скребка и даже массажа энергетических точек. Но, сколь большие чаяния вы динесли бы с собой к массажисту, он чудо только своим трудом с вашим телом не сотворит. Надеяться на то, что любой массаж вас быстренько похудит и сделает стройный, я думаю, рассчитывать не стоит. Все-таки это должно быть комплексное лечение, это должна быть диета определенная, плюс фитнес. Опыт тех, кто уже прошел путь изменения себя и своего сознания, говорит, самое сложное – это всегда начало. Стойкая привычка заниматься здоровым образом жизни, по мнению экспертов, приходит спустя пять недель. Поэтому красивое тело – это прежде воля и амбиции человека. Вставайте, идите, занимайтесь. Главное – мотивация, главное – понимать, для чего это надо. Для меня был большой труд, я очень тяжело, ну, вернее, я даже не смогла сбросить тот вес самостоятельно, и я поняла, что мне нужна встряска мне, моему организму. Выглядеть нужно всегда хорошо, не начиная с понедельника, начиная именно с сегодняшнего дня. Нужно дать установку такую себе, что нужно быть сегодня и сейчас красивой, подтянутой, хорошо питаться, то есть стимулировать себя сегодняшним днем, а не понедельником, Новым годом или летом. Ольга Кузнецова, Артем Смирнов, Андрей Гришков, Иван Усачев. Новости Северного города.